Современные маркетплейсы, мировая цифровая витрина Самые первичные консультации мы, конечно же, оказываем Ну и последующие уже создания цифровой витрины Это создание фотографий, это создание писательной части, это создание отгрузок Что не говоря, Рос не просто стремительный, а сумасшедший Фантастически любое определение подойдет Чуть более 3000 сейлеров, то есть продавцов на маркетплейсах в Татарстане на конец 2020 До 23 с лишним тысяч в 2021, то есть 7 раз Можно, конечно, говорить, что повлияла пандемия Да и сказался, как говорят экономисты, эффект низкой базы Электронная коммерция в России только набирает обороты Однако факт остается фактом Е-коммерция уже сейчас и еще минимум 2-3 года будет самым быстро растущим сегментом экономики в республике точно Для этого есть хорошие предпосылки Работает центр электронной коммерции Крупнейшие игроки на этом рынке делают многомиллиардные вложения Строят склады, логистические центры, пункты продажи товара Эксперты прогнозируют создание в республике первой в России бондовой зоны Предпринимателям в любом случае надо помнить Это не только новые возможности, но и новые вызовы Мы должны будем выдержать конкуренцию коллег из Европы, Китая, Соединенных Штатов Со всеми всего мира Это как плюсы, так и, конечно же, вызовы перед нашим предпринимателем Поэтому, вот эксперты говорят, 2, максимум 3 года для такого комфортного выхода на маркер-плассе А вот у особых зон территории опережающего развития промпарков и этого люфта возможностей уже нет Напомнили всем на расширенной коллегии Министерства экономики Татарстана Конкуренция уже сейчас обостряется за потенциальных инвесторов, за кадры Только в этом году в России дополнительно появилось сразу 8 особых экономических зон Пусть пока наша Алабуга вне конкуренции Лидерство только инновациями можно поддерживать Вот особая экономическая зона Алабуга постоянно инновации вводит Инновации Алабуга Политех Ни у кого такого нет К этому Алабуга Политех строится жилье Привлекают слушатели в колледж со всей Российской Федерации Что касается тассеров и индустриальных парков, есть над чем задуматься Как было заявлено на коллегии Минека, из пяти тассеров в республике Только Зеленодольск выполнил все свои плановые показатели эффективности Остальные просели либо по отдельным показателям, либо полностью Есть вопросы и по заполняемости промышленных парков Их у нас более 100, особенно в сельских районах Рустам Миниханов подверг критике агентства инвестиционного развития и венчурный фонд Татарстана За плохую работу по привлечению инвесторов на эти площадки Ходили, болтали, пока ничего в вашей работе не видно Тассеры в Татарстане могут и должны развиваться даже по истечению трехлетнего льготного периода Когда компании-резиденты освобождены от уплаты страховых взносов Ведь преференции по другим налогам остаются, напомнил министр экономики Митхад Шиги Ахметов И этими бонусами активно пользуются тассеры в других регионах В частности в Ульяновской и Нижегородской областях в Башкортостане Если в каких-то регионах получается лучше работать даже после трехлетнего периода Вывод сам собой напрашивается, значит они лучше нас работают Значит надо собирать чебодан, брать гусей, чак-чак, ехать, перенимать опыт Все лучше надо перенимать, не надо этого стесняться Задача реально сложнейшая С одной стороны нужно увеличить занятость в малом бизнесе до 800 тысяч человек А это больше 40% от общего числа в экономике С другой нельзя провоцировать кадровый голод в крупных компаниях Как быть? Одно из предложений прозвучало на коллегии Рекомендовать крупным предприятиям создавать филиалы Свои подразделения в сельских районах Лучше в промышленных парках, где есть соответствующая инфраструктура Жизнь в городе, она довольно-таки дорогая становится Ипотека, где у нас самое дешевое, все-таки за пределами города Где возможно, где дешевле земля, дешевле продукты питания То есть ты же сам себя обеспечиваешь на земле Эта вот волна определенная уже начинает, я так чувствую, до молодежи доходить Который уехал в свое время Если же говорить о наших зонах роста на ближайшие годы То это весь Татарстан, но особые надежды на промышленные агломерации В Казани, Альметьевске и, конечно, в Нижнекамске С учетом объединения групп Сибур и Таиф в прошлом году Мы вправе ожидать более амбициозного роста по ряду инвестиционных проектов Председатель правления ОСИ Бур Михаил Корисалов на коллегии Валабуге Рассказал, как идет эта работа и как решается вопрос С сырьевым обеспечением промышленных площадок В Нижнекамске, Нефтехиме и Казани Оргсинтеза Чувствуем лично вашу поддержку Руслан Николаевич, большое спасибо Даже сегодня вы нашли время, чтобы именно об этой точке спросить Видно было, что вы заняты, но понимаете главный вызов Убежден, что этот вопрос мы решим Сегодня в стадии реализации два крупных проекта Это ПГУТС, это возможность обеспечения энергоресурсами предприятия Это стабильность, это прогнозируемость цен